В этот день, 16 января, родились. Владимир Спасович – известный российский юрист. Современники называли его королем русских адвокатов. Альпинист Анатолий Букреев. В мае 1996 года, во время массовой гибели туриста на Эвересте, он спас несколько человек. В этот день, 16 января 1547 года, Иван IV Васильевич, прозванный Грозным, был венчан на царство. Это был первый царь на русском престоле. 16 января 1724 года Петр I издал указ, который запрещал заключение брака без согласия молодоженов. 16 января 1963 года в СССР было публично объявлено о наличии в стране 100-мегатонной водородной бомбы. Это была самая мощная бомба в истории. В этот день, 1973 года, по спутнику Земли, начал движение советский космический аппарат «Луноход-2». Советский планетоход, как несложно догадаться из названия, не дебютант в роботизированном освоении спутника Земли. Он не был даже вторым после успешной посадки «Лунохода-1» на Луне успели побывать американские машины. Однако именно «Луноход-2» установил рекорд по длине пройденного пути, который сохранялся больше 40 лет. А отчет сотрудников НИИ о миссии «Лунохода-2» рассекретили только два года назад. Работы по созданию прорывного аппарата начались вскоре после полета Гагарина. Впрочем, фантастические предположения о лунной карете высказывал еще Константин Циолковский, человек, предвосхитивший космическую эпоху. Над созданием первой лунной машины трудился почти весь СССР, какое-то время во главе с нашим космическим гением Сергеем Королевым. Большая часть работы сосредоточилась в НПО Лавочкина, в руках Георгия Бабакина. Самый острый вопрос – как проводить испытания, ведь это не автомобиль, а неверный расчет сведет к нулю тинамические усилия и средства. Выход нашелся оригинальный. В 70-м году некоторые туристы, бродившие близ Камчатских вулканов, рассказывали о странной машине, которую они видели издалека. Да, неподалеку от вулкана Толбачек, в 70 километрах от ближайшей цивилизации, ездил по вулканическому грунту Луноход-1, а в последующие годы его наследники Луноход-2 и 3. Вторая машина визуально мало чем отличалась от первенца, но 10-месячный опыт путешествия Лунохода-1 был учтен. Луноход-2 весил почти на 100 килограмм больше, а скорость выросла почти в 2,5 раза, до 340 метров в час. Управлялась машина по-прежнему усилиями земных водителей по радиосигналу. 16 января 1973 года в 4.14 по московскому времени Луноход-2 съехал на поверхность Луны в море Ясности. Увы, спустя месяцы, когда на Земле было 9 мая, случилась внештатная ситуация. Олег Ивановский, главный конструктор НПО «Лавочки» на полудной части вспоминал. Это произошло при движении в очень сложных условиях внутри одного из кратеров. На стенке этого кратера притаился еще один вторичный маленький. Это самая подлая на Луне. Чтобы выбраться из этого кратера, оператор-водитель принял вместе с экипажем решение Луноход сдать назад. Тут и вскрылась очевидная, казалось бы, недоработка, отсутствие задней камеры. Сдавая назад, Луноход зачерпнул пыль, попавшую на солнечную панель. Пыль послужила теплоизолятором, начался перегрев, за сутки температура внутри машины поднялась на 47 градусов. Еще несколько дней конструкторы бились за спасение машины, но, увы, 3 июня пресса рапортовала о завершении миссии. Хотя Луноход-2 проработал значительно меньше предшественника, он прошел почти вчетверо больше и стал самым тяжелым самодвижущимся объектом на спутнике Земли. Советская машина успела сделать несколько научных открытий, а жителям страны, как и всему миру, наказала высокий уровень технического развития СССР. Спустя 4 года на Луну должен был полететь Луноход-3, сконструированный с учетом опыта и ошибок предшественников. Например, на нем были установлены вращающиеся камеры, однако запуск его так и не состоялся. Следующая лунная машина приземлилась на поверхность спутника только в 2013 году, китайский Юйту. Правда, за месяц она прошла только 100 метров, пока по Луне передвигается вторая китайская машина Юйту-2. На начало января 2020 года аппарату удалось преодолеть чуть больше 357 метров, в сотню раз меньше того, что сделал советский рекордсмен 1973 года.